Регионы имеют право установить дополнительные ограничительные меры для работы с противодействием коронавирусной инфекции. Первый из ключевых решений – возраст обязательной самоизоляции для непривитых изменился с 60 лет. Теперь, если вы не сделали вакцину или переболели позднее, чем полгода назад, вы обязаны сидеть дома и выходить лишь за продуктами, лекарствами в ближайшие точки продажи. К сожалению, только по QR-коду мы пропускаем. QR-коды теперь нужны не только в торговый центр, но и в кафе, и рестораны, магазины непродовольственных товаров площадью больше 150 квадратных метров, для прохода в бассейны и фитнес-центры. Кстати, теперь при предъявлении документа необходимо еще и предъявить паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность. Следить за QR-ами теперь будут намного серьезнее. Активизирована работа по выявлению документирования нарушений по отношению юридических и должностных лиц, индивидуальных предпринимателей за оказание услуг, вход, нахождение граждан или некачественные проверки QR-кода при допуске в принадлежащее им помещение. Начиная с 11 октября за нарушение этих требований было составлено 312 административных материалов. Кстати, с 30 октября детям запрещено посещать торговые центры без родителей или официальных представителей. Развлекательные комплексы в торговых центрах прекращают свою работу. Если ребенок вдруг не находится в образовательном учреждении, в образовательных организациях среднего образования, в школах, работают пришкольные лагеря, работают лагеря в системе Министерства молодежи, для того, чтобы обеспечить занятость детского населения. Прекращается работа ночью кафе и ресторанов, бань, саун, букмекерских контор, а также всех магазинов. Исключение составляют лишь точки общепита в аэропортах, авто и ЖД вокзалах, а также аптеки и автозаправочные станции. Праздники или выходные дни, которые должны быть направлены на уменьшение социальных контактов, это проведение этих дней в кругу своей семьи, на свежем воздухе, избегая массовых скоплений людей. И беречь нам нужно своих пожилых, близких людей, кто не вакцинирован или не имеет антител. Самое главное, что ограничения, которые с 30-го числа дополняют уже существующие, будут работать не неделю, а пока эпидемиологическая ситуация не улучшится. Когда это произойдет, никто не знает, а значит детям придется гулять по торговым центрам лишь со взрослыми, а всем, кто старше 18-ти, лучше запастись QR-кодами.